Я заметил, что разговаривая со своей женой, я делаю нечто очень странное. Вы можете подумать, что я странный, может быть, я правда странный. Но знаете, когда я говорю к ней, обращаюсь к ней неожиданно, я начинаю думать о чем-то другом. А потом мысль перескакивает на что-то еще, потом на что-то еще. И в конце концов я говорю, «Позволь мне объяснить тебе вот это». И она так недоуменно на меня смотрит, потому что мы только что говорили об этом, а я ей говорю о совершенно ином. Но это только кажется, что эти мысли, они связаны. Они связаны. Вот читая послание апостола Павла, наблюдая за тем, как он переходит с одной темы на другую, то мне кажется, что для него эти переходы достаточно логичны и объяснимы. Эта мысль ведет к этой, потом к этой. Но если говорить о читателе, то он видит одну мысль, потом другую мысль, и не понимает, как Павел перешел от одной к другой. Я упомянул обо всем этом, потому что в третьей главе у нас есть небольшой раздел. Это стихи с 14 по 16, которые, как кажется, выбиваются из общей линии автора. Такое впечатление, как будто Павел останавливается, о чем-то вспоминает и решает включить это в свое послание. И после этого он прославляет и хвалит Бога. Я уже говорил на предыдущих лекциях, что создается впечатление, что иногда Павел просто не может сдержать себя, настолько ему хочется прославить Бога, воздать ему славу за чудное Евангелие. И как мне кажется, вот здесь, в конце третьей главы, в стихах с 14 по 16, мы видим следующее. Павел записывает то, что Тимофею обязательно нужно знать. Он пишет, «Тимофей, ты должен это знать». Поэтому давайте откроем Библию, откроем первое послание к Тимофею, третью главу, и прочитаем стихи с 14 по 16. Первая Тимофея, третья глава, 14-16 стихи. «Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот и все. Короткий раздел. Такое впечатление, как будто он прерывает свою мысль и говорит, «Тимофей, я действительно хочу прийти к тебе, я надеюсь, вскоре увидеть тебя. Я очень хочу, чтобы мы встретились, но, Тимофей, я хочу, чтобы ты знал, почему я написал тебе это послание, чтобы, если вдруг я замедлю, ты бы знал, как должно поступать в Доме Божьем». В первом веке в иудейском доме были особые правила. Были правила поведения о том, как необходимо вести себя в этом доме. Были ли это написаны правила или устные, которые все знали, я не знаю, но об этом мы читаем несколько раз в Новом Завете. Правила поведения. И Павел здесь приводит Тимофею. Вот он говорит, «Я хочу, чтобы ты знал, как вести себя в Доме Божьем, в которой есть церковь Бога Живого». Если вы внимательно слушали предыдущие лекции, то вы знаете, что в церкви были проблемы. Во время богослужения не было порядка. Служения хаотичны. Мужчины не имеют тех отношений с Богом, какие они должны иметь. Поведение женщин. Они отвлекали людей во время служения. Молитвы друг за друга. Молитвы за власть. Молитвы за лидеров. Лжеучителя приходили в церковь. Служители в церкви не были достаточно благочестивы. Павел говорит об этом, о деканах, о деканицах, о женах деканов. Тимофей, я пишу обо всем этом, чтобы ты мог навести в этом Доме порядок, потому что в этом Доме есть определенные правила. Вот, к примеру, у нас в Доме нет написанного перечня правил, как себя должны вести члены нашей семьи, но есть общее понимание у всех. Наши дети знают, как следует вести себя и какое поведение совершенно неуместно в нашем Доме. Если кто-то из наших детей сильно злится или накаляет обстановку или не исполняет порученных ему обязанностей, то есть последствия. И я не навязываю эти правила другим семьям, так же и другие семьи не навязывают мне своих правил. Но есть правила для проживания в Доме Брюса и Труди. И Павел здесь делает нечто подобное. Точно так же, как в римском и иудейском доме есть особые правила поведения, «Тимофей есть правила поведения в Доме Божьем». Правила, касающиеся молитвы, касающиеся разрешения проблем, поведения на богослужении. Павел пишет, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, и мне нравится, что он добавляет, «который есть церковь Бога Живого». В отличие от римских домов, которые наполнены идолами из самых разных религий, когда приносится жертва всевозможным богам, Павел говорит, «Слушай, мы — церковь Бога Живого. Он — Бог истинный, праведный, справедливый. Он живой. Его Сын Иисус Христос умер, но и воскрес. И нету подобного Ему во всем мире, во всей вселенной. Нету такого, как Он. Он — Бог живой, и церковь — это церковь Бога Живого». Наблюдая за тем, что происходит в нашей стране, во всем мире, и замечая, что люди находятся в замешательстве, не зная, какому Богу они призваны служить. То, что происходит в нашей стране, очень хорошо можно охарактеризовать одним термином — синкретизм, когда берется что-то из одной религии, что-то из другой религии, что-то из еще какой-то религии, и все это сплетается вместе в такую форму, которая вам по душе получается такой Бог, который вам нравится. И Павел говорит, «Тимофей, не так все. Мы — церковь Бога Живого». И дальше он пишет, «Столб и утверждение истины». И когда он пишет слово «столб», то, мне кажется, я знаю, какие ассоциации возникли у Тимофея. Храм Артемидии и Феской. Мы уже немножко говорили об этом храме, но есть нечто, о чем я не упомянул. Этот храм стоял на огромных мраморных колоннах. И знаете, сколько их было? Сто двадцать семь колонн. Каждая колонна в высоту достигала восемнадцати метров. Мой рост — это чуть больше метра восьмидесяти. То есть, представьте, в десять раз выше меня. И вот на таких огромных колоннах держалась крыша этого храма. И вот представьте, таких сто двадцать семь колонн, одна за другой вокруг этого чудесного, прекрасного строения. И неудивительно, что этот храм считался одним из чудес света. И Павел говорит, «Тимофей, знаешь, что они думают, что эти колонны держат что-то стоящее. Они в нем поклоняются этой богине». Но знаешь что, Тимофей? Мы в Доме Божьем устрояем с собой церковь Бога Живого. И эта церковь есть столб и утверждение истины. Как и сегодня, так и тогда, многие люди задавались вопросом, «А что есть истина? Где найти эту истину?» А может быть, истина относительная? Что-то может быть верно для тебя, а что-то может быть верно для меня. Но Павел говорит, «Послушай, Тимофей, церковь есть утверждение, основание для истины». И если вы помните, когда Иисус Христос был на земле, в Иоанне Атеана 14 главе он произносит, «Я путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как через Меня. Иисус говорит, «Я есть истина, я путь, я жизнь». И вот весть о Нем, благая весть об Иисусе Христе, вплитына в эту книгу, в Библию, в 66 книг, которые в ней содержатся, от книги Бытия до книги Откровения. Здесь мы находим истину о том, каков Бог, о Его славе, о Его Евангелии. И Павел, когда писал об этом, как я представляю, когда он пишет, то с каждым словом его желание прославить Бога становится все сильнее и сильнее. Вы можете спросить, «Откуда ты знаешь?» Но посмотрите на следующий стих. И если вы заметили в Библии, я не знаю, как в русском переводе, так же, как в английском или нет, но можно увидеть разницу между прозой и поэзией, потому как построены предложения. Вот в моем переводе этот стих разбит на шесть кратких строк. То есть, как бы три куплета. И я не знаю, написал ли Павел эту песню, или это был гимн того времени, который Павел привел здесь в своем послании. Но здесь он описывает различные грани той тайны, которая была явлена в Иисусе Христе. И вот что мы читаем вначале. «Бог, то есть Иисус Христос, явился во плоти и оправдал Себя в Духе». Это говорит о тайне Богоявления. Он был явлен во плоти, в человеческой природе. Он был оправдан в Духе, духовной природе. Он всемогущий Бог и Спаситель, Мессия. Есть свидетели Его явления, и об этом мы читаем дальше. «Показал Себя ангелом, проповедан в народах». Он показал Себя ангелом. Ангелом была удостоена честь увидеть Иисуса во всей славе перед тем, как Он сошел на землю. И когда Иисус родился, то им была удостоена честь провозгласить о вырождении пастухам, о рождении того младенца, который был Сыном Божьим, Мессии, который заплатит за грехи всего мира. И это будет проповедоваться в народах. Все началось с небольшой проповеди на холме, недалеко от Вифлеема. Потом весть зашла до Вифлеема. Потом до Иерусалима. Потом по всей Иудее. Потом по всей Рибской империи. Сейчас Евангелие проповедуется по всему миру. И вот я недавно читал о том, что нам выпала честь быть тем поколением, как считается, при жизни которого Евангелие будет переведено на все языки, известные языки в этом мире. И мы можем стать свидетелями этого в ближайшие 30 лет. Вы можете себе это представить? Что время, в которое мы живем с вами, уникально. В истории мира прежде такого никогда не было. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Что эта книга, это послание, это Евангелие Иисуса Христа будет переведено на все известные языки в этом мире при нашей жизни, если Господь не придет. Слава Богу! И в конце этого стиха апостол Павел говорит о таинстве принятия «Принят верою в мире, вознесся во славе». «Принят верою в мире и вознесся во славе». Вот хотя бы на минутку задумайтесь об этом. Иисус Христос пришел, умер и воскрес из мертвых. И весть об этом начала распространяться. Кто-то в это вообще не верил, а кто-то говорил «Я верю, что эта весть может преобразить меня, может изменить меня, изменить изнутри». Но вот последние слова Павла меня особенно трогают «Вознесся во славе». Вот представьте себя на месте одного из ангелов лишь на какое-то мгновение. Вот вы несете служение у престола Божьего. Вот уже на протяжении вечности или того времени, которое Бог вам дал. Вы ангел. Вы прославляете его. Вы восклицаете «Свят, свят, свят». Вы часть этого ангельского хора. Вы видите землю под вашими ногами. Вы видите Сына Божьего во всей Его славе, одеснуя Отца. И вот однажды вам говорят, «Мы хотим, чтобы вы, ангелы, знали, что Отец уготовил для Сына служение». О, какое служение? Ну, Он станет человеком. Что? Да, Отец прогласил, что Сын станет человеком. Оставаясь Богом, Он станет человеком. И будет жить на земле. Что? Как это будет? И наступает этот день. Мария зачала и родила младенца. Когда наступил день родиться Иисусу, и ангелы не могут удержаться от хвалы. И вот вы ангел. И вот все те годы, которые Иисус жил на земле, 33 или, может быть, 34 года, все эти годы вы наблюдаете за Иисусом. Вот Он младенец, вот Он становится старше, вот Он уже мальчик, вот Он подросток, и затем Он становится юношей. И вот в возрасте 30 лет Он становится раввином, и как власть имеющую Он провозглашает истину, и ангелы так, «Вот она, сейчас будет». Здорово. И вот эти три или три с половиной года Он служит, путешествует, собирает последователей, последователей становится больше, и ангелы наблюдают за Ним, смотрят с восхищением. Но также они видят растущее противление, оппозицию, преследование. И они хотят сказать, «Неужели вы не понимаете, кто это?» «Да, ангелы на небе, конечно, это все мое воображение, и пытаюсь это все представить». Но если бы у ангелов была возможность наблюдать за тем, что делал Иисус Христос, то, я думаю, их бы возмущало поведение оппозиции. И по мере того, как оппозиция росла, и приближался день смерти, воскресение Иисуса Христа, как вы думаете, о чем думали ангелы? Они ругаются над Сыном Божьим. Они пытают Сына Божьего. И затем они смотрят, как Иисуса пригвоздили ко Кресту. И когда Он поднимает голову к небу, они слышат Его последние слова. «Свершилось». Как вы думаете, что происходило с ангелами в тот момент? Шок, печаль, ужас. Может, Отец им все заранее объяснил, но опять же мы пытаемся представить, как оно было, что чувствовали ангелы. Иисуса сняли с креста и положили в гроб. Три дня ничего не происходит. Но вот наступает воскресение, и Иисус выходит из гроба. Он жив, и вы можете представить радость ангелов. Иисус еще 40 дней был на земле, являясь ученикам, давая указания. Ну вот, что я хочу, чтобы вы представили. В тот день, когда Иисус наконец вознесся на небо, вы помните об этом записанном в книге Деяний, вместе с учениками Он поднялся на Елеонскую гору. И вот, оставив последнее указание, Он стал возноситься в небо. Вы помните этот стих? И потом облако скрыло Его от взгляда их. Но вот вы ангел. Представьте, что вы чувствуете, когда Иисус возвращается в Царство Божье, в присутствие Своего Отца? И вы становитесь свидетелями, как Отец принимает Сына, обнимает Его, со словами «Добро пожаловать домой, Сын». Вот если вы были ангелом и видели, как Иисус возвращается к Отцу, то неужели бы вы зевали от скуки? «О, я рад, что ты вернулся, Иисус!» Я думаю, на небе была радость, которой нету сравнений. Я думаю, что ангелы пели, хвалили, прославляли Бога. И когда мы читаем «Вознесся во славе», то давайте попробуем представить, какая слава это была на небе, когда Иисус вознесся и сел, одеснуя Своего Отца. И Павел, когда писал послание к Тимофею, он не мог не остановиться и не написать о том, насколько прославленный Иисус Христос есть и что Он совершил. И это восхищение, что Иисус Христос станет главой Церкви, в которой мы, язычники и евреи, становимся частью, частью тела Иисуса Христа, живого тела, руками, ногами Иисуса Христа. И Павел приводит здесь этот гимн хвалы в середине своего послания. После того, как он написал о лидерстве, о мужчинах, о женщинах, о поведении в Церкви, он пишет «Господь, когда я думаю, кто ты и что ты совершил для меня, я не могу удержаться от того, чтобы воспеть тебе хвалу». И пусть это не длинный гимн, но он очень глубокий. Вот вчера вечером, просматривая конспекты и готовясь к этой лекции, то я записал слова гимна, о котором мы поем в Америке, и, может быть, у вас есть подобный гимн в России. Но потом я вспомнил, что этот гимн записан на моем айпаде, и я достал его, включил и стал слушать. И вот когда я слушал слова этого гимна и мелодию, то у меня из глаз потекли слезы, потому что я только что закончил читать тот стих, о котором мы сейчас говорим, и потом мое сердце наполнилось радостью, слова этого гимна, на первый взгляд, никак не связаны с тем стихом, о котором мы говорим, но на самом деле они связаны. Вот какие слова. «Ты в мир пришел, и рассеялась тьма, открыл мне глаза, дал свой свет, сердце меняет, твоя красота, вся моя жизнь лишь тебе». И припев, «Вот я поклоняюсь, пред тобой склоняюсь, и я признаю, что ты мой Бог, ты один желанный, ты один достоин, ты один мой удивительный Господь». И второй куплет. «Бог, вечный Царь, удостоен хвалы, прославлен, высок от небес, оставил свой трон, Бог Создатель земли, смирившись, страдал за мой грех. Вот я поклоняюсь, пред тобой склоняюсь, я признаю, что ты мой Бог, ты один желанный, ты один достоин, ты один мой удивительный Господь». И в конце есть слова, которые повторяются три раза. «И до конца я не пойму крови пролитую цену, и до конца я не пойму крови пролитую цену». И до конца я не пойму крови пролитую цену. Вот я поклоняюсь, пред тобой склоняюсь, я признаю, что ты мой Бог, «Ты один желанный, ты один достоин, ты один мой удивительный Господь». Наступит тот день, когда мы будем петь гимн в присутствии Отца и Сына. Я не знаю, какие будут слова эти или слова апостола Павла, но я вот что вам скажу. Предвкушение этого можем испытать уже сейчас. Иисус Христос жив, и каждый из нас может нести служение теми дарами, которыми Бог нас наделил. И вот после этого служения можно просто остановиться и сказать, «Господь, я хочу Тебя прославить». И вот мы подошли к концу этого отрывка и к концу третьей главы. Сейчас небольшой перерыв, и когда вернемся, мы начнем разбирать четвертую главу. А сейчас перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok